В увлечении юных муромских поисковиков не ограничивается работой в школьном музее и архивными исследованиями. В этот раз они совершили поездку на могилу героя. Летчик Виктор Савельев погиб при выполнении боевого задания в апреле 1943 года и какое-то время числился без вести пропавшим. Но благодаря работе поисковиков его останки были найдены в Киржачевском районе. В декабре месяце я случайно услышал в Комитете по делам молодежи эту фамилию. Ну и дальше начал искать, копать. То есть обратился к командиру поискового отряда «Небородины». Это Агафонов Евгений из Владимира. Он сказал, что у него есть очень много документов по этому летчику, потому что их отряд занимается именно поиском летчиков. Виктор Савельев похоронен в деревне Смольнево на местном кладбище. Туда и была запланирована поездка. В ней приняли участие ученики школы номер 33, студенты Муромского техникума радиоэлектронного приборостроения под руководством Константина Тыщенко. Но поездка не ограничилась только посещением могилы летчика и взложением венков. Мы посетили могилу разбившегося летчика, возложили венок ему, чтобы почтить память, то, что он защищал нашу землю. Потом мы посетили школьный музей. Там были оружие, снаряды, шлема старые. Ребята лично стремятся принять участие в важной патриотической работе. Не только ради интереса, но и чтобы помочь другим. Стало очень интересно. Заинтересовались. Узнаем еще много нового, что раньше не знали. Некоторые родственники остались безызвестны о судьбе своих родственников. И мы помогаем людям, которые еще живы, найти и узнать что-то о своих родственниках. Потому что очень много пропало без вести. Мы помогаем восстанавливать память о них. Уже на этой неделе поисковики примут участие в Нижегородском патриотическом фестивале «Щит и меч» в качестве реконструкторов. А в конце июля отряды планируют очередную поисковую экспедицию. Регина Рукавишникова, Александр Барсуков, Новости 24 Мура.